Давайте бегло пройдемся по основным все-таки признакам или симптомам психопата. Основными симптомами по мышлению и по эмоциональной сфере является крайне выраженный экцентризм. Что имеется в виду? Человек воспринимает себя не просто в центре вселенной, весь окружающий мир для него исключительно является источником удовлетворения его потребностей и не более того. Второе – это по эмоциональной сфере два ключевых симптома. Это не то чтобы недостаток практически отсутствия эмпатии и отсутствие эмоциональной привязанности к окружающим людям, включая близких людей. Здесь также имеется определенные физиологические особенности, которые врожденные, поэтому считается, что психопатия не полностью, она в значительной степени определяется генетически. Да, она также требует того, чтобы определенные условия окружающей среды социальные были в раннем детстве, но эти физиологические особенности врожденные. Сюда относятся крайне высокий болевой порог у этих людей и крайне устойчивость нервной системы. Еще раз подчеркну, ключевыми симптомами является крайний эгоцентризм, отсутствие эмпатии, эмоциональной привязанности. Они определяют, например, такие качества психопата, как у него, ну, практически нет совести, он ни о чем не жалеет, практически отсутствие чувства сына. Угрызение совести ему совершенно не свойственно. У них нету ограничивающих факторов, ни страха, ни совести, которые бы предотвращали их от совершения действий, любых действий для удовлетворения своих потребностей. Потребностей, как я уже отметил, крайне эгоцентричной личности. Никаких неписанных, ни моральных неписанных правил для него не существует. Вследствие того, что это весьма агрессивный тип, еще один симптом – агрессивность. Еще один признак – это безответственность. Он совершает действия, и ему не то, что он не задумывается, ему наплевать на последствия. На безопасность окружающих этому человеку совершенно наплевать. Он может подвергать риску и себя тоже. Что касается поставить под риск жизнь окружающих, для него никаких ограничений, ни совестливых, никаких других не существует. Следует также отметить дополнительные симптомы, связанные с отсутствием совести и чувства стыда. Эти люди довольно лживы, если у них уровень интеллекта довольно высок. Опять же, при достаточном развитии интеллектуальных способностей они очень хорошо манипулируют другими людьми. У них присутствует это качество. Еще один ключевой симптом – это хладнокровие. И это хладнокровие определяется теми физиологическими особенностями, о которым я говорил, то есть крайне устойчивостью нервной системы этого человека. Гораздо сильнее во всем это в чем. Может быть, вы согласились бы со мной выйти на ринг, но, честно говоря, я сомневаюсь, что вы простояли хотя бы одну минуту. У меня большие сомнения в этом. Ну, что касается суда, то вы покажете, насколько вы сильнее меня в суде. То есть, мне интересно знать, как вы собираетесь доказывать то, что вы утверждаете. И не все это меня привело к мысли, что бессмысленно. Бессмысленно. А вот что бессмысленное, я возьму в скупочки с многоточием. Когда я хочу вспомнить свою молодость, то я оставлю именно этот ролик. Ну, а что касается умственных способностей, то во мне сочеталась несочетаемая. Предмет моей гордости, это моя библиотека. Это предмет моей гордости. В отличие от своих сверстников, я не знаю, кто в мои годы читал Аристотеля, Платона, Гильвеция, Декарта и так далее по списку. Я просто не встречал, кто в моем возрасте, ну там 20-25 лет. Ну, собственно говоря, и раньше читали это все. Поэтому, как вы со мной собираетесь состязаться в этом, я вообще себе не представляю. Вы что, хотите сказать, что вы лучше меня разбираетесь в экономике? Я тоже в этом сомневаюсь в экономике. Может быть, вы прочитали больше меня книг и помните больше? Ну, я готов пообщаться на литературные темы. Я никогда не поверю, что вы, как я, знаете половину романа Евгения Янигина наизусть. Никогда не поверю. Я никогда не поверю, что вы 18 лет выучили наизусть Мцири. И поэтому, собственно говоря, Левермонтов у меня был любимцем с 15 лет. Может быть, вы читали когда-нибудь Великий Маурави о Георгии Цаакадзе? По своему смыслу, эпопея Георгии Великий Маурави, она равнозначная фильм «Триста спартанцев» по своему смыслу. А Великий Маурави я читал, когда мне было 17 лет. Поэтому мне сложно сказать, на какие литературные темы вы могли бы со мной пообщаться. Ну, если вы хотите, то я могу вам доставить это удовольствие. Поговорить о Синокосе, о Вене, о Псарне, о своей родне. Я просто вам могу сказать о том, что он слушал Ленского с улыбкой, поэта пылкий разговор и ум еще в суждениях зыбкий и вечно вдохновенный взор. О Нигину все было ново, он охладительное слово в устах пытался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет. Пускай пока мест он живет, доверит мира совершенству. Простим ошибки юных лет и юный жар, и юный бред. А ведь это я знал. В 27 лет. Проблема в том, Владимир, что вы не доказываете ничего. Вообще ничего. А вот эти вот общие высказывания о том, что вы меня поставили в тупик. Какой смысл вы вкладываете в это утверждение? Вы меня поставили в тупик. Вот смысл, какой вы вкладываете в это понятие. Поэтому нужно разобраться в терминах, которые вы применяете, как неологизм. А я вам могу сказать, к чему приводит неологизм. Неологизм приводит к паранойи. И это очень легко доказать. Потому что это научно обоснованно. Вы искажаете и извращаете реальность. А поскольку вы никогда в жизни не открывали логику, поэтому вы не знаете, что мысль может быть либо истиной, либо ложной. Поэтому в общении только один может быть прав. Только один. Это в одном варианте. А во втором варианте, это когда два собеседника неправы и не могут доказать достоверность того, что они там несут. Поэтому, согласно логике, только два есть варианта общения. Когда либо один прав, а другой неправ. Либо неправы оба во втором случае. То есть они не могут доказать достоверность того, что они там несут. Что я вам, Владимир, могу гарантировать? Так это вы будете доказывать достоверность того, что вы утверждаете. Понимаете? Раз вы утверждаете, то вы обязаны это доказать. Потому что вы допускаете в отношении меня клеветнические измышления. И вы хотите сказать, что вы за это не будете отвечать, что ли? Суд просто присудит вам. Вот вы придете вот с такой логикой в суд. Суд молоточник обступнет и присудит вам с ума. И все. Потом придут приставы. И тогда вы начнете думать головой, прежде чем что-либо говорить. А что так мало отжимаетесь? Я, например, отжимался 140 раз. 50 раз я и на брусьях совершенно свободно отжимался. Даже 70 раз я отжимался на брусьях в прошлом году. Когда занимался на брусьях, а не так. Что касается вот этих штанг, то я вам могу сказать, что мне не требуется для того, чтобы хорошо двигаться и бить, заниматься штангами. Но тренер по штанге Буданов в Магадане очень хотел, чтобы я занимался штангой. Но я сомневаюсь, что вы с двумя мешками цемента, то есть со ста килограммами, поднимитесь на пятый этаж. Большое сомнение у меня, что вы с двумя мешками цемента, со ста килограммами, поднимитесь на пятый этаж. Попробуйте. И кстати, на мои фотографии вы можете посмотреть в одноклассниках. В одноклассниках можете посмотреть на мои фотографии. 140 раз я отжимался, когда находился в психиатрическом стационаре. И мне было 55 лет. Там тоже, там все видели своими глазами. Там все видели своими глазами. Что я делал? Я не только с подъема и до отбоя читал и писал. Не только. Но также я и занимался спортом по мере возможностей. Там многое со мной изменилось. Со мной там изменилось многое и все. Там был спортзал открыт. Там паразиты стали пользоваться телефонами. Они стали пользоваться компьютерами со мной. Но как только меня там не стало, я сомневаюсь, что там все это есть. Я сомневаюсь, что там все это есть. Потому что везде, где я был, я изменял практику к лучшему. И когда я уходил с этих мест, все погружалось в то же болото, которое было до меня. Не можете мне объяснить почему? Понимаете, Владимир, когда мне кто-то бросает вызов, я удовлетворял пожелание всех своих врагов. Всех. Вы что хотите сказать, что вы лучше Генри Резника в области права? Как вы думаете, почему Генри Резник до сих пор еще Генри Резник? Он не прошел судебный процесс, Генри Резник. Только потому, что меня Пашин просил его не трогать. Когда на форуме правозащитников я спросил его, Генри Резника, а вы не находите, что пытки в милиции это следствие помощи адвокатов? Вот это чмо полуобразованное со своим менторским тоном начало меня поучать, а я это все записал. Я бы его превратил в дерьмо, если б меня Пашин не просил. Его не трогать. Я лучший в истории человечества по простой причине. Я ни с кем не соревнуюсь. Я соревнуюсь с самим собой. Я еще раз повторяю, что я знаю, что завтра я буду лучше, чем сегодня. Поэтому участвует один в процессах, вы можете послушать. Мало, правда, я выложил роликов, когда я был в Санкт-Петербурге, когда я был в психиатрическом стационаре. Ходясь на их поле. Вот последний ролик я выложил. Это привлечение меня к административной ответственности в Нижнем Новгороде. Вы что хотите сказать? Что ваше захолустье более значимое, чем Нижний Новгород? Миллионный город. А инициировало все Самарцево. Поинтересуйтесь в интернете, кто такая Самарцево. Это председатель квалификационной коллегии судей Нижегородской области длительное время. И вот это тупое полуобразованное чумом мне бросило вызов. И во что это все превратилось? Можете посмотреть своими глазами. Что суд первой инстанции, что суд второй инстанции. А в результате, в результате, прокуратура Нижегородской области обратилась в суд для отмены вынесенного в операции постановления. Они даже не стали ждать меня. Они сами быстрее. все подменяли. Я просто не представляю, кто со мной может встретиться в суде и выяснять ее отношения. Я реально не представляю этого. Кто со мной захочет вообще разговаривать в открытом публичном пространстве и выяснять со мной отношения. Особенно в области права. Особенно. Вы покажите мне свои тексты юридические. Я могу вам сказать. Сказать, что вы даже половины не знаете из того, что знаю я. Это ничего не сказать. И об этом свидетельствуют. Это доказывают мои юридические тексты. То, что я лучший, доказывают мои юридические тексты. И именно эти юридические тексты повергали в шок всех и всегда. В шок они повергали всех и всегда. По простой причине. На территории этой земли нет юриста, который мог бы опровергнуть то, что я пишу. Пишу, понимаете? Пишу. Не существует юриста, который мог бы это сделать. И вы не сможете это сделать. А если я возьму ваш текст, я вас превращу в ничто. Вот дайте мне свой лучший текст, я вас превращу в ничто. На основании вашего текста, вашей логики и вашего интеллекта. И посмотрим. А что касается физического здоровья, то это от природы, то это от природы. Это мне подарила моя мамочка, которая обладала огромной физической силой. Нет, она не была гигантом, она не была гигантом. Но она от природы была очень физически сильным человеком. Когда я сдал кровь, и у меня показало 156 единиц гемоглобина. Я спросил у врача, а почему так мало гемоглобина? У меня же было 172 единицы гемоглобина. Вы знаете, что такое повышенный гемоглобин в крови? Это быстрое восстановление организма. Спортсмены пьют всякое дерьмо, чтобы повысить гемоглобин. У меня от природы такой, зашкаливающий. Я не занимался спортом для спорта. Я занимался для себя. Для себя. И поэтому те, кто видел то, что я делал, они все были в шоке. А эти все, вы можете посмотреть в интернете, кто был в шоке. Это Осмаков, который на Украине вытворял такое, что мама не горюй. Я общался с Кучмой. Это я Гитман, Александр Гитман. Это Александр Подлесный. Наберите в интернете Александр Подлесный Магадан. Они восхищались. А Гитман, когда мы с ним списались, первое, что он спросил, первое, что он спросил. А ты помнишь, как ты меня спас возле профсоюзов? Когда на него напали три человека, я этим троим показал, что они себе представляют. Если собаку всю жизнь избивать, она будет бояться людей. Это если вас избивать, вас, то вы будете бояться. А когда и кого я боялся, где? Не можете мне объяснить? Единственное, чего вы добиваетесь. Единственное, чего вы добиваетесь, это то, чтобы я вас раздавил как букашку. Вот единственное, чего вы добиваетесь. И если продолжится в том же духе, то вы получите это. И тогда, тогда вы увидите в мой смех улыбку. Когда копыта подлетают выше головы без всякой подготовки. Теперь, теперь мне плевать на ваши глаза. Испытаете все на своей шкуре. Вы понимаете только палку. Нет, не палку конечно, а Сократ говорил. Кого слова не бьют, тому и палка не поможет. Я вас убью за словом и законом. Я вас убью словом и законом. Посмотрим, что вы там из себя представляете. В суде, в суде. Чтобы вам было более понятно, кто восхищался тем, как я бил. Потому что это они видели своими глазами. Можете посмотреть. Вот. Осмаков. Подлесный. Гитман. Как же его? Габов. Габов. Именно Габов. Видел, как я с двух ударов я уложил двоих. Когда мы вчетвером шли, там человек десять приставало к девчонке. И вот Габов и еще второй, они начали с двумя оттуда драться. Я говорю, ребята, ребята, зачем драться? Подхожу, два удара и два лежат. И все. И я сказал, вот так надо бить. А вы тут драку устроили. А вы что, спешите к финишу? Ха-ха-ха. 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 Вы на финишной, вы и так уже на финишной прямой. Ха-ха-ха. Так что на финишу успеете. Ха-ха-ха. Вопрос заключается в том, понравится ли он вам. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Дявление. Повси устроил Lift Shocker и прав. Продолжение следует даю. Корректор В.Солнаииespère.